здравствуйте уважаемые подписчики вы прекрасно знаете что я сторонник свободных лицензий как относительно программного обеспечения так и относительно любой другой информации в том числе и собственных лекций тем не менее у меня есть работа которая дает мне хлеб это работа в компании foxford я работаю там уже восемь лет преподаю информатику программирование в этом году я открываю новый курс про который хочется рассказать дело в том что он традиционно мы готовим к егэ по информатике о г по информатике ну и какие-то еще там базовые курсы типа экстернат по информатике для тех кто проходит обучение дома заочно курс который я открываю в этом году несколько необычен он не готовит ни к егэ ни к олимпиадам по информатике он не нужен для поступления о чем этот курс это курс практическое погружение в современные технологии я для иллюстрации расскажу представим себе вот так вот что это область школьного изучения информатики а вот это вот это в принципе область всех информационных технологий которые только можно себе представить такая множество диаграмма эйлера так вот есть некоторое ядро школьной информатики некая самая база да такая двоечная троечная база вот ну и что делает егэ по информатике невозможно спросить все даже если мы сутки будем экзаменовать учащегося даже если это устно с использованием компьютеров и любых штучек невозможно протестировать полностью весь курс информатики выставить идеальную оценку это нужно тестировать неделю а то и месяц егэ длится 4 часа в письменной форме да есть некоторые особенности он должен быть предсказуем для школьника поэтому есть некоторый набор тем он достаточно фиксирован на давайте их отмечу сейчас вот так вот то есть выбираются какие-то конкретные вопросы по которым будут заданы задачи их конечно больше чем эту точек нарисовал да естественно что часть их попадает в базовый уровень часть там условно продвинуты да и там повышенный но фишка в том что все задачи которые только могут встретиться в егэ даже если вы идеально к нему будете готовиться на нарешивать задачи там читать что-то то вы все равно подготовитесь в рамках некоторой области и это разумно и эффективно то есть вся ваша подготовка она должна заключаться в то в чем в том что вам надо выучить некоторую базу да ну и нарешаться на некоторые конкретные типы задач это вас ни капельки не делает специалистам в информационных технологиях это ни капельки вас не делает готовым к реальной жизни да вы умеете решать задачи егэ это с на самом деле главный минус егэ так то у него много плюсов в частности то что вы предсказуемо сдаете один экзамен сразу во все вузы страны они в каждый вуз по отдельности кто там что в своей программе написал я помню те времена я еще сдавал вот так до егэ так вот минус в том что обучающийся обучается очень узко он выхватывает слишком какие-то рваные куски из всего даже школьного курса информатики есть другой способ в принципе изучение информатики это такое вот закрашивание замалевывание всего то есть ну мы возьмем значит да и начнем там условно от ядра курса да вот постепенно плавно размазывать и вот готовится по всему да то есть вот я более-менее что-то где-то что-то школьник услышал да но часто во первых школьные учителя информатики так обычно не делают они концентрируются на подготовке к игре еще не очень хорошо но дело в том что очень часто вот это вот размазывание она не практическая и вот в этом курсе я назвал его информатика за пределами егэ я делаю нечто следующее я беру и она естественно как бы от базы конечно никуда не денешься но вот я делаю что-то вроде вот такой вот клякса то есть я вот сейчас покажу да попробую описать да я делаю некую кляксу и в этой кляксе да я очень сконцентрированно и практически рассказываю вещи которые и входят в школьную информатику и не входят в школьную информатику то есть я выбираюсь в результате за границы школьной программы у меня нет задачи покрывать полностью весь школьный курс информатики там есть вещи которые лично мне не интересны я сделал курс информатики который интересен был бы лично мне он ориентирован на 10 и 11 класс если вдруг кто-то из девятиклассников захочет пройти или у кого-то очень плохая информатика в вузе это все равно будет вам полезно почему потому что это будет практический курс что там будет давайте расскажу я назвал его тогда описал это подготовка к фактическому обучение в лучших вузах россии по направлению информационных технологий тема который мы рассматриваем я рассматриваю они далеко выходят за рамки школьной программы ну я тут нарисовал недалеко но тем не менее да это в частности уникальный в рамках фоксфорда темы да это там администрирование компьютера и основа командной строки линукса у нас на фоксфорде нигде больше этого нет вычислительная математика физическое моделирование это вообще в школьную информатику почти не входит а вещи интересные групповая разработка программ я отказался от алгоритмов алгоритмов почти нет но в смысле подготовки к олимпиадам там на графах что-то сложно вот этого вот почти нету там практика программирования аркадных игр на питоне 300 кинтером еще основы сетевых технологий ну для тех кто реально занимается глубоко это будет неинтересно потому что это именно основа база как в принципе устроена локальная сеть как устроен интернет и еще информационная безопасность шифрование эти темы раньше затрагивал мало в этом году я затрону их сильнее в этом курсе новом они будут сконцентрированы и еще я постараюсь затронуть правовые вопросы касающиеся интернета распространение информации того как не попасть под закон вот и как законы можно использовать ну собственно не будет как я уже сказал до подготовки к егэ вот на этом я заканчиваю рассказ об этом курсе заходите на сайт foxford точка ру ну вот в компании называется foxford и ищите по фамилии хирьянов тимофей федорович курс интересное прошу прощения интересная информатика для мелких а этот курс называется информатика за пределами егэ до встречи